здравствуйте друзья это проект великая россия не поздно необъятная непостижимая но такая родная могучая и великолепная страна про которую мы так мало знаем а рассказать есть только что дух захватывает меня зовут влад серов проект выходит при поддержке движения великорос и сегодня выпуске уникальное оружие советского союза которая внушала панический ужас западным коллегам и партнерам тот самый ядерный поезд который прошел и успешно выдержал испытания ядерным взрывом неуловимый и смертоносный боевой железнодорожный ракетный комплекс вечно находящийся в движении чудо советской инженерной мысли которые пытались но не смогли повторить в сша все это в сегодняшнем выпуске вместе с другими уникальными фактами поехали и так в 1991 году громыхнуло одно событие которое потрясло всех свидетелей но прошел почти незамеченным для большой страны и это не распад советского союза до него как-то не крути оставалось еще более полугода но мощнейший взрыв который оставил после себя воронку с четырехэтажный дом и диаметром более 80 метров причем еще одна важная деталь огромный гриб который поднялся после этого был не отличим от ядерного а деревья полегли в радиусе до полукилометра более того ядерные испытания по факту к тому моменту давно были запрещены так что же случилось а все просто в советском союзе буднично испытывали так называемый пояс номер ноль испытывали именно на устойчивость к ядерному взрыву так из арсеналов группы войск восточной германии ради этого даже доставили внимание 100 тысяч противотанковых мин тм-57 ибо раз нельзя проводить ядерные испытания то приходилось тестировать поезд при помощи обычной взрывчатки которая действительно чего скрывать нежно для всех понадобилось в таких запредельно огромных количествах но по сегодняшним временам это конечно вообще невероятно да еще для наших западных партнеров однако именно подобного масштаба запасы сохранились у советской армии в восточной европе на пике холодной войны бывший замначальника главного управления эксплуатации ракетного вооружения рвсн рассказывал об этой секретной операции даже не спросив моего согласия из германии пригнали много эшелонов противотанковых мин специалисты из взрывпрома выложили пирамиду хеопса в 20 метров высотой обвязали все это детонаторами ну и дальше вы понимаете и поезд номер ноль прошел это испытание в рамках операции сдвиг плюс так и успешно преодолел проверку к другим факторам ядерного взрыва и не только в ходе операции сияния его тестировали на устойчивость к электромагнитному импульсу проверяли на стойкость ударом молний в ходе испытаний гроза в общем повеселились от души другое дело что ребятам из нато стало вообще не смешно в пентагоне по слухам увеличили бюджетно успокоительные препараты впрочем шутки шутками но реальных поездов призраков 12 штук вполне себе ходила по железным дорогам советского союза на момент его распада за день они могли проходить до тысячи километров и не средствами обнаружения не тем более уничтожения таких ракетных комплексов сша не обладали еще приведем цифры от которых озноб пробивал генералов пентагона конечно это легко по 36 ракет было установлено на тех поездах и каждая несла по 10 термоядерных боеголовок мощностью свыше полмегатонн по факту любая из таких ракет могла уничтожить средних размеров европейскую страну но дальность действия в 10 с половиной тысяч километров позволяла из стратегической глубины россии в районе новосибирска добивать до любой точки на территории сша 36 же ракет соответственно обнуляли все надежды вашингтона на обезоруживающий первый удар потому что ответных мощностей все равно хватало чтобы стереть в пыль любую страну агрессора однако пояс номер 0 хранил множество своих тайн включая и тупо которые его называли сухопутной подводной лодкой причем на самом деле аналогия не случайная и имела полное право на существование откроем все тайны уже через пару секунд никуда не уходить одежда и аксессуары от бренда великоросс это настоящие вещи для настоящей русской души это символ традиционных семейных ценностей духовного обогащения великой национальной идеи и процветания русской культуры выбирая великоросс вы сохраняете благочестивые православные традиции и приближаете нашу победу в борьбе которая ведется за русский мир носите на здоровье и будьте счастливы итак советские поезда призраки имели стандартную комплектацию а именно сначала для понимания их тащили не два но целых три сверхмощных тепловоза дм-62 да еще и специальной модификации как бы не дрова что называется везли к тому же система управления была так организована что с любого из этих локомотивов можно было управлять и двумя оставшимися тоже это создавало максимальное дублирование и запас надежности на случай полома также в каждом составе было по три вагона спусковыми установками и на каждая ракета r-23 у ттх молодец сс-24 скальпель по классификации нато стартовая масса каждой такой установки вместе с ракетой и контейнером превышала 150 тонн что безусловно создавало огромные технические проблемы не только с транспортировкой состава по обычным железным дорогам но и разумеется осложняла запуск так если бы использовался стандартный механизм старта то железнодорожное полотно после этого разлеталась бы в пыль как бы при таких-то температурах и перепадах там бы сгорало и плавилось абсолютно все и способ решения этой проблемы искали долго мы попозже о нем расскажем затем шел командный модуль поезда состоявший из семи вагонов в котором несли службу офицера рвс н а также находилась вся необходимая аппаратура для управления ракетами однако помимо уже 13 описанных единиц три локомотива три вагона с пусковыми установками и семь вагонов командного модуля сосав поезда призрака входило еще очень много всего остального целый вагон занимала например дизельная электростанция которая обеспечивала током высокого напряжения и мощности все объекты на поезде плюс в обязательном порядке что логично состав локомотива для питания трех тепловозов электростанции входили и несколько цистерн с горючим и конечно жить то персоналу который всю эту музыку обеспечивал анджи где-то было а потому в составе поездов призраков логично были вагоны общежития для солдатов и отдельно для офицеров несущих службу на этом рейсе кстати не забудем про вагон кухню и вагон столовую подвижные склады для питания различных материальных средств в общем всего что было необходимо для обеспечения этой фактически не слабой по размерам военной части на колесах а все потому что это не шутки и подобный поезд был очень длинным и очень тяжелым не в последнюю очередь еще и потому что был рассчитан на длительные переходы возить ядерные ракеты это не на пикник за город метнуться потому запас автономности у такого состава хватало примерно на месяц без заправки горючей без пополнения запасов питания и пресной воды без единой остановки без единого шага за пределы поезда призрака что называется как тебе такое илон маск а если без шуток то это фактически и напоминал условия дальнего плавания подводной лодки с той единственной разницей что за пределы субмарины в принципе нельзя выйти а тут можно просто уставом запрещено но именно в таких условиях и несли службу солдаты и офицеры ракетных войск стратегического назначения поэтому их и называли в полушутку полусерьез сухопутной подводной лодкой и пускай данная система не кажется вам простой в реальности для создания такого боевого железнодорожного ракетного комплекса потребовать решить массу проблем так во-первых обычно никто не задумывается над тем а как будет происходить собственно пуск просто вверх и полетит как в кино а между тем над значительной частью наших железных дорог простите не в штатах висят электрические провода ведь модное электричество не появилось теми самыми доставшими всех сегодня электросамокатами все началось сильно раньше и союз любил локомотивы с моторчиком что называется в общем себе же накладно а значит надо было что-то думать и придумали а именно инженеры обратились к идее многоступенчатого запуска и первая фаза была организована по принципу миномет когда взрыв специального заряда пороха должен был выбрасывать ракету на высоту двадцати метров то есть примерно семиэтажного дома и лишь там включались бы первые мини-двигатели хвостовой части ракеты затем уже они должны были наклонить ракету слегка вбок чтобы пламя из сопла не била по погонам поезда уходила бы вбок от них понимаете да еще разок какая мощь у ракеты если даже на такой высоте состав по-прежнему оставался бы под угрозой разрушения собственно ручно если так можно выразиться пущенных им изделия ну и затем только затем на третий фактор пускались уже основные двигатели начинался процесс разгон причем да да все сложно это не голливудское кино снимать перед всеми описанными этапами специальная аппаратура закрепленная на крыше поезда призрака аккуратно размыкала и сворачивала силовые кабели над составом в случае если участок с которого производился бы запуск был электрифицирован и это уже не говоря о всех технических проблемах которые были связаны с тем чтобы уместить столь огромную 24 метровую ракету весом свыше 100 тонн в габариты стандартного жизнедорожного вагона причем не саму по себе а вместе с ней механизмами и приборами пусковой установки так что ни капли не кривя душой россии следует гордиться этим колоссальным прорывом потому что америка к слову говорят тоже занималась созданием такого же типа железнедорожного ракетного комплекса но так никогда и не сумела решить весь спектр проблемы задач возникших при этом более того наши заклятые коллеги и партнеры по ту сторону трех океанов разрабатывали свой аналогичный проект еще с 1960-х годов практически золотого века америки к запуску с железнодорожной платформы планировалось адаптировать ракеты lgm-30 miniteman но до самого 1991 года то есть за 30 лет они так и не смогли этого сделать а после развала союза все свернули что называется начав потихоньку бронзоветь потому что увы но это правда история в россии начали утверждать все что гарантировало нам безопасность перед америки так сначала было достигнуто соглашение о том что легендарные поезда призраки должны были передвигаться лишь по особо оговоренным маршрутам и не очень далеко от мест стационарной дислокации ракетных полков что фактически как мы понимаем на корню и уничтожало саму идею ядерного поезда и весь его смысл состав становилось логично не трудно отследить и уничтожать а уж с момента подписания договора сн22 начали распиливать уже и сами ракеты рт-23 у дтх молодец собственно за период с 2003 года по 2007 они были ликвидированы все до 1 а в 2005 и вовсе был снят с боевого дежурства последний поезд призрак из 12 составов которые были созданы в советском союзе утилизировали 10 а2 без боевого оснащения передали в музеи один из которых находится в санкт-петербурге и там на постоянной экспозиции находится такой поезд с ракетой находящийся в положении готовый к запуску правда для скептиков специально оговоримся очевидно сегодня в любом случае воссоздать этот поезд в прежнем виде уже не имеет смысла поскольку средства космической разведки слишком усовершенствовались и позволяют отследить его без особых проблем да и мультиков у кремля куда как более новых высокотехнологичных снова появилось в достаточном количестве чтобы в пентагоне снова всегда горел свет и мучились бессонницей но есть как есть и так и закончилась одна из самых славных эпох нашего противостояния с коллективным западом другое дело что итогом стало одно урок что западу верить нельзя никогда история россии бесконечно и в следующем выпуске мы расскажем одно из самых загадочных событий в мировой истории которая так и не разгадана до сих пор падение тунгусского метеорита над его тайной уже свыше 100 лет бьются ученые всего мира а некоторые наиболее ушлые личности даже сумели провернуть политические и религиозные аферы спекулируя на этой загадке мы приоткроем завесу тайны над событиями окружавшими это столкновение нашей планеты с неизведанным космическим миром это был новый выпуск проекта великая россия ставьте лайки друзья и обязательно подписывайтесь на все наши ресурсы ссылки в описании к этому ролику поверьте нам есть чем вас удивить меня зовут влад серов до новых встреч будьте с нами обещаем скучно не будет